Ой, кто там хулиганит? И кто там так хулиганит, а? Его выхаживали и лечили не один месяц, но имя тигрёнку так и не придумали. Мы не придумываем имя, потому что он у нас всё равно, скорее всего, уедет в какой-нибудь зоопарк. Чтобы не привязываться, да? Конечно, чтобы не привязываться нам, ну, так, стараемся. К экологам он попал вот в таком состоянии. А он вообще был в состоянии таком страшном, худой весь, орёт. Он говорит, слышали, что я хорал? Ведь нет такого. Лишай у него сильнейший был. Ну, короче, такой забитый котёнок. Уколы, компрессы, лечебные шампуни, солярий, высококалорийная диета. И спустя шесть месяцев перед нами нормальный бенгальский тигр. Продаваем, чуть-чуть зубчиком. Порвал станы? Покажи. Илья говорит, что нашёл объявление о продаже тигрёнка в интернете. Продавали недорого, так как было непонятно, выживет ли он. А в итоге отдали вообще в рассрочку. Вместе с клеткой и тряпкой, пропитанной бензином, чтобы тигр вёл себя спокойнее. Так как за продажу и за покупку краснокнижных животных в нашей стране можно получить реальный срок, мужчина сам принёс тигра в полицию, а продавец пропал. После возбуждения уголовного дела люди, которые названивали каждый день, не знаю, может быть, почувствовали, может быть, откуда-то узнали. Соответственно, все пропали с поля зрения, все телефоны выключены. В центре передержки диких животных есть и тигры, и львы, и олени, и обезьяны, и павлины. Их привозят сюда со всей Москвы и области. Забирают из контактных зоопарков, изымают у контрабандистов. Этих верблюдов хозяева сами привезли и оставили, объяснив, что кормить нечем. Ветеринары всех выхаживают и стараются передавать в крупные зоопарки, но брошенных животных только на этой станции больше тысячи. Столько всем зоопаркам страны не нужно, многие остаются здесь. Безымянного тигренка в индийские джунгли, конечно, не отправят. Он вырос в неволе, но, возможно, его все-таки ждет приезд в теплые края. Частный сафари-парк в Сочи предложил ему свои вольеры.